Здесь нет садиков, мы очень ждем. А потому Эльвира Галимова пока дома с двумя детьми. Старшего по возможности папа отвозят в Казанский садик. Младшая ждет открытие ясель. Ждем садик когда-то строят здесь. Если бы была возможность ребенка отдать в садик, я бы с удовольствием вышла на работу. Сейчас в Куйках живет около 6 тысяч человек. И садика до этого момента здесь не было. То есть родителям, чтобы отвезти ребенка в детсад, нужно было преодолеть около 10 километров. Уже с 1 сентября вопрос должен решиться. В селе открывается новый детсад с шестью ясельными группами. Сегодня депутаты фракции «Единая Россия» в рамках партийного контроля за нацпроектами приехали в детский сад «Золотая рыбка». Это такой штаб. Вот у вас родители, вы говорите, что дети обратили. Значит, родительский коллектив у вас тоже уже отректили. А потому вместе с ними рабочее название детсада «Золотая рыбка» еще предстоит обсудить. Это совет от парламентариев. Ваши названия, конечно, что вы спрашиваете. Вы говорите, конечно, очень интересно. Но вы же открываться хотите. Есть вопросы и к концепции. Хотя в садике уже точно будут кабинеты логопеда, психолога и родного языка. Здесь же своя кухня, спортивные и музыкальные залы. Садик рассчитан на 220 мест. И ажиотаж он огромный. Спросом пользуется очень большим. Потому что, хотя, тем более ясельные группы. Все места заняты за полтора месяца до открытия и в поселке Усады. Правда, здесь уже ждут 260 малышей. Работы на объекте примерно на той же стадии. Называться садик будет «Айтишка». Направление – «Айти и биология». Оба детских сада строятся в рамках нацпроекта «Демография». Только в этом году в Татарстане появится 29 объектов. В республике нацпроекты контролируются партией «Единая Россия». Созданы специальные рабочие группы из депутатов. Помогают и сами жители через фотоконтроль. Родители должны видеть, должны участвовать в том, как подобрана мебель, как она расставляется, насколько она действительно безопасна для детей. Они должны участвовать в том, чтобы свои руки приложить к этому уюту, к этому теплу. И в этом отношении хорошо, что и депутатский корпус, особенно во всех наших районах, эту задачу тоже видит для себя сейчас первоочередной. Дополнительно в районах должны обратить внимание и на подъездные пути к детским садам. Главная цель нацпроектов – повышение качества жизни населения. Слава Нухмадуин, Ренат Сафин, ТНВ, Пестричинские, Лаишевские районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова